На выставке ProLight & Sound уже второй год подряд мы проводим тематические туры. Организаторы выставки София Большакова и Наталья Круглова придумали очень крутую фишку. Световики собираются вместе и организованно ходят по стендам, где им показывают новинки и отвечают на вопросы. Выигрывают все. Хорошо тем, кто с нами в группе. Никто из работников на стенде не сможет отмахнуться под предлогом как бы важных переговоров и не проигнорировать ни один вопрос, даже самый наивный. Ну и экспонентам тоже удобно. Кроме пиар-бонусов, им не нужно рассказывать сто раз одно и то же, а достаточно один раз для всей толпы. Между прочим, не я это придумал, и тем более не нам это отменять. Выставки на самом деле придуманы для халявы и пьянства. Охотники за халявой идут грабить стенды. Да, мы ходим и выбиваем сувениры и подарки ради смеха и азарта. Такую акцию мы проводим уже второй раз, и по отзывам это вызывает у всех восторг. Самый главный кайф все же в новых знакомствах и живом общении. Мы разговариваем обо всем на свете, веселимся, и день пролетает незаметно. По поводу общения. В павильоне, мягко говоря, шумно. А если точнее, ни хрена не слышно друг друга, нужно орать. В этом году я заранее озаботился этой проблемой. То, что предлагали организаторы, никуда не годилось. Персональные гид-системы были в ограниченном количестве, и не предполагали, что кто-то может присоединиться к туру по дороге. Проблема разных громкоговорителей, матюгальников не в громкости. Во время передачи сигнала они сильно сжимают звук и сужают частотный диапазон. В результате ухудшаются динамические характеристики сигнала, и падает разборчивость голоса. Слышен не человеческий голос, а бубневшись в телефонной трубке. Поэтому я придумал новый сценарий использования переносных колонок JBL. Я взял две мощные колонки JBL Extreme и с помощью радиосистемы подключил головные микрофоны AKG, которые я использую у себя в туре. Они направленные и не насасывают слишком много внешних звуков. Получилось, что мы смогли свободно, без проводов перемещаться по стендам, и у нас было две раздельные системы для меня и задающих вопросы, и выступающего представителя стендов. Спасибо Зенхайзеру, кстати, за радиосистему. Кстати, вызывает удивление и гордость, что в нашем световом туре оказалось участников больше, чем в таком же звуковом. Насколько я знаю, группу набрали очень быстро и закрыли регистрацию для новых желающих. Что мне понравилось и вызвал интерес в этом году? Ну, во-первых, нас, тех, кто всем интересуется и у кого горят глаза, реально много. Не теряйте этой энергии. Про продукты лучше меня расскажут сами производители и их маркетологи. Про выставку мне запомнилось вот что. Компания Шоу Телье угощала прохладным разливным пивом. Азиз представил новый пульт МКУ-500 и разыгрывал флешки с уроками по Камсису. То есть, позже раз, когда я сюда приезжал, этого не было. Имлайт, наш туровый партнер, вернулся в этом году на выставку и занял сразу две площадки. На одной представил линейку благородного Китая Silver Star, китайские приборы под собственным брендом Stage 4 и систему пиксельного управления Matrix. Silver Star и Stage 4 мы используем в турах B2 и гости открытой пультовой могли видеть их в деле. На другом стенде были продукты Claypaki, DTS и товары своего производства. Угощали крафтовым пивом из Кирова и дарили полезные брелки-рулетки. Emma Lighting представила новые пульты Gradma 3. Рассказывал о них Алексей Яньков и, как автор знаменитого лохотрона-латотрона, разыгрывал сувениры с символикой новой серии. На стенде РАБ Борис Волков показал новый вошь Тарантула и угостил нашу группу бутылочным пивом. В конкурсной программе по халяве безоговорочно победил стенд компании Martin Rus, которая представляла GLP, Astero и Martin. Сумочки, шнурки, флешки, ручки, банданы с логотипами Martin, чего там только не было, и все разлеталось, как горячие пирожки. Халяву даем, халяву даем! Антон Ануфриев показал новый генератор тяжелого дыма-гласиатор, а Валентин Бакаян на правах театрального художника по свету представил новинку «Диодные головы Martin Encore», который позиционируется как раз для театров. Они тихие и с двумя разными источниками света на выбор – холодным или теплым. Также на стенде был представитель линейки пультов Martin M-series, которые теперь выпускаются с новым владельцем компании Lation и названием Obsidian. Стабильно щедро выступил Александр Фадеев от компании Highlight, который завидным упорством продвигает пульты Chimp и другие, кстати, отличные продукты. Саша разыграл сумочки для ноутбуков, дарил шнурки и всякую канцелярскую бижутерию. Оксане Глотовой на стенде дилер-центра звукоусиления не потребовалось. Она разыграла очень креативные сувениры. Это были светоотражающие жилетки. Полезнейший аксессуар как в машине, так и в театре на монтаже. Лично я представлял проект «Открытая пультовая», который выплеснулся за пределы туров B2. И теперь каждый, кто готов делиться опытом, может открыть свою открытую пультовую. Я приглашаю присоединяться световиков, видюшников, звукорей. Давайте общаться, а не ненавидеть. Спасибо спонсору моих открытых пультовых, компании Harman. Мы сделали новые футболки на этот сезон со стилистической графикой и надписью «Lighting Designer» на спине, чтобы никто не подходил на концертах и не просил сделать, например, голос громче. Я разыграл несколько футболок, и символично, что пара из них досталась тем, кто уже бывал на открытой пультовой. Надеюсь, увидимся вновь на следующей выставке и жду всех на открытую пультовую B2. До встречи!